Приветствую всех на своем YouTube канале, который посвящен различным ICO-проектам, стартапам и баунти-компаниям. И сегодня я для вас подготовила информацию о проекте, который называется Cube. Автономные автомобили в значительной степени зависят от технологий беспроводной связи, таких как транспортное средство, информация о маршруте навигации, GPS и другие данные о движении. Автономные автомобили постоянно общаются с различными сайтами для того, чтобы дистанционно контролировать свои внутренние и внешние государства. Эти различные виды доступа к сети увеличивают риск злонамеренных атак на автономные транспортные средства. И вот как раз таки Cube решает проблему безопасности этих автономных транспортных средств, используя технологии блокчейн, глубокое обучение на основе искусственного интеллекта и квантовую криптографию. В будущем автономный автомобильный рынок стоимостью 770 млрд долларов США увидит Cube в качестве первого пользователя безопасности на базе цепочки. Проект предоставит автономную платформу безопасности транспортных средств для таких компаний, как автомобильные производители и связанные с ними фирмы, такие как Google или же Uber. И теперь я предлагаю рассмотреть функции проекта. Первая функция – это блокирующий слой. При эксплуатации автономных транспортных средств многие предоставляют информацию автономным транспортным средствам. Злоумышленник стремится получить доступ к сети между автономным автомобилем и IOT или же центром трафика. В таких случаях хэш зараженного двоечного кода отличается от хэша, который включен в многосегментную транзакцию, подписанную поставщиком СВ и ОМ. И таким образом транспортные средства могут легко обнаружить такую атаку перед установкой зараженного обновления ПО. Распространение ложного обновления, заявляя, что оно является поставщиком обновлений ОМ или же СВ, может быть прекращено, так как оверлейные узлы знают о открытом ключе ОМ и поставщике обновлений СВ. И таким образом злоумышленник не может претендовать на то, чтобы быть одним из этих объектов, поскольку для этого ему потребуется закрытый ключ, который связан с открытым ключом соответствующих объектов. Далее второй слой – это слой искусственного интеллекта. Этот уровень будет применяться частично с 2019 года и будет коммерциализирован с 2020 года. В настоящее время сетевая безопасность – это довольно пассивная система, которая собирает исправления для того, чтобы предотвратить повторное использование методов, которые используются в прошлых случаях взлома. Куб будет обучать в режиме супервизора использование прошлого в качестве основного случая для создания защитной системы против будущих атак путем создания сценариев вредоносных атак, которые могут быть сделаны сотни миллионов раз. Система обнаружения вторжений Куба, которая использует глубокие нейронные сети для обеспечения безопасности автомобильной сети, имеет две части – дискриминационную глубокую архитектуру и генеративную глубокую архитектуру в зависимости от того, как используются архитектуры. После завершения фазы подготовки к тренировке тонкая настройка будет выполняться с использованием метода градиентного спуска с контролируемым обучением, в то время как блокчейн будет использоваться в качестве первого и основного метода безопасности. Безопасность на основе глубокого обучения искусственного интеллекта гарантирует систему двойной защиты. И последняя функция – это квантовый криптографический слой. Блокчейн улучшил безопасность, используя хэжи. И тем не менее растет обеспокоенность тем, что по мере быстрого роста производительности компьютеров, криптография хэша может стать ограничением. Куб разрабатывает квантовую криптографию для предотвращения злонамеренных атак против автономных транспортных средств. Эта квантовая криптография будет способствовать не только автономному приводу, но и общей модернизации всей технологии блокчейн. Этот квантовый хейпинг-криптографический слой будет применяться только с 2022 года. Технология квантового хэширования куба предоставит важную возможность обеспечить высокий уровень безопасности в поле блокчейн с использованием простой хэш-технологии. Куб повысит уровень безопасности за счет использования постоянно изменяющихся квантовых характеристик. Характеристики, которые получают данные, будут зависеть от угла поляризации. И кроме того, характеристики данных будут уничтожаться сразу же. И далее прописан план использования технологического рынка Кьюб. Over the Air Market с 2018 года – технология Отто. Это технология, которая позволит удаленно модернизировать существующее автомобильное программное обеспечение. Автомобильное программное обеспечение может повысить производительность и исправлять ошибки при помощи обновлений. Кьюб будет предоставлять диагностику и установку программного обеспечения и исправлять ошибки существующего автомобильного программного обеспечения удаленно при помощи технологии Отто, которая основана на блочных цепях. И с 2019 года – платформа безопасности автономных транспортных средств. Планируется продать технологию автономной платформы безопасности для транспортных средств, которая основана на блочной цепи в 2019 году. Две основные модели продаж будут включать продажи лицензий Кьюб по технологическим лицензиям и продаже прикладных технологий. Далее мы можем ознакомиться с дорожной картой данного проекта и переходим к информации о токен-сейле. Общее количество токенов составляет 72 миллиона. Из них на продажу выделено 43 миллиона 200 тысяч. И чуть ниже можем увидеть даты. На данный момент длится этап пресейла, который в принципе не так давно начался, 16 января и закончится он 15 февраля. Здесь действует 50% бонус и продажа 30% от общего количества токенов. Далее с 16 по 28 февраля будет длиться первый этап публичной продажи. Здесь уже бонус ставит 10% и продажа 60% от общего количества токенов. И затем следует второй этап публичной продажи, который начнется 1 марта и закончится 15 марта. Здесь уже бонусов не будет. И сразу же вы можете посмотреть распределение этих токенов. Также можно посмотреть, как будут работать токены. Что касается команды, то всех членов команды можно разделить на 3 так называемых категории. Во-первых, это будет команда для автономной части автомобильной коммуникации. Вторая категория – это команда разработчиков блоков. И третья категория – это автомобильная команда. Здесь можно с каждым членом команды ознакомиться отдельно. Здесь про каждого написана информация. И также можно просмотреть консультантов. И внизу сайта прописаны часто задаваемые вопросы. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете поискать ответ на него среди данных вопросов. Итак, информация довольно-таки сложная, но для вашего лучшего понимания я предоставлю вам ссылку на White Paper. Она будет находиться в описании под этим видео. В нем вы найдете довольно подробную информацию. Выглядит он вот таким вот образом. Здесь несколько документов. В White Paper основной доступен только на одном языке, на английском. А здесь уже, например, OnePage и другие документы доступны на нескольких языках. Но, опять же, к сожалению, среди них нет русского. И, в принципе, я на этом хочу заканчивать свой видеообзор. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, свое мнение оставляйте о данном проекте. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои последующие видеообзоры. Я желаю всем удачи, всем пока!